Всем большой привет! Меня зовут Дарья Иванова. И буквально несколько дней назад мне на почту написал журналист с вопросами о моей эмиграции, о том, как я переехала в Америку. У них такой проект есть, они рассказывают о красноярцах, которые эмигрировали за границу. И этот проект называется «По уехавшие». Так вот, я решила в нем поучаствовать и заодно записать видео. Итак, первый вопрос. Расскажи о себе, где вы родились, где учились, кем работали до переезда. Я родилась в Красноярске и прожила там большую часть своей жизни. Училась в 64-й школе, закончила Сибирский федеральный университет. В подростковом возрасте, как и многие, работала промоутером. Потом я работала моделью несколько лет и впоследствии даже у меня был свой собственный бизнес. Вопрос номер два. Нужно ли готовиться к переезду или импульсивное решение – это единственный способ ехать с вероятностью в 100%? Нет, я считаю, что слишком много готовиться не нужно, потому что ты будешь слишком много читать, слишком много узнавать. И потом ты поймешь, что это слишком сложно и у тебя отпадет все желание. Поэтому я считаю, что да, нужно готовиться, но немножко. Где-то поверхностно какие-то вещи нужно знать, конечно, но слишком в подробности вдаваться не стоит, а решать свои проблемы по мере поступления. Это, я считаю, самый лучший и оптимальный вариант. Вопрос номер три. Как было в вашем случае? В моем случае так и произошло. Я знала какие-то вещи очень поверхностно. Конечно, я знала про грин-карту, что ее непросто получить. Конечно, я знала, что без разрешения на работу ты не можешь работать. Да, такие вещи, конечно, я знала. Но какие-то вот детали, подробности я не стала изучать специально. И когда я уже сюда приехала, я уже по ходу дела и разобралась. Вопрос номер четыре. Переезд за рубеж в вашем случае – это уехать туда или уехать оттуда? В моем случае, конечно, это уехать туда. Потому что Америка всегда была моей мечтой. И когда ты стремишься куда-то, это ты стремишься к мечте. И если ты стремишься от чего-то убежать, то ты как будто бы от себя убегаешь. И размышлять, что уехать отсюда – это очень плохо, потому что значит тебе что-то не нравится. И ты такие же проблемы найдешь и в том месте, куда-то ты переедешь. Поэтому я считаю, да, нужно размышлять, что уехать куда-то. То есть уехать вот, например, в Америку. Вопрос номер пять. Почему именно эта страна? Я в детстве смотрела много фильмов, сериалов. Я думаю, как и все. И меня просто привлекла эта вот американская мечта, американская жизнь. Звезды, шоу-бизнес. Мне просто показалось, что это очень свободная страна. И здесь все очень красиво, тепло. Вопрос номер шесть. Пять самых больших различий России и вашей новой страны. Различие номер один – это то, что все люди в Америке очень приветливые. Все тебе улыбаются. Все с тобой очень милые. И, в принципе, люди очень хорошо идут на контакт и очень легко разговаривают. Различие номер два – это то, что здесь невероятно дорогая медицина. А если у тебя нет страховки, то обратиться куда-то в медучреждение будет очень сложно и очень дорого. Даже со страховкой будет дорого, хочу сказать. Различие номер три – это то, что в Америке все сделано для удобства людей. Различие номер четыре – это то, что здесь просто нереально огромные порции. Ты идешь в ресторан, и ты заказываешь какой-то салат, и там тебе приносят просто вот такую огромную тарелку. И поэтому очень многие люди заказывают одно блюдо на двоих, потому что порции просто нереальные. И это, кстати, одна из тех причин, почему здесь люди очень легко и быстро набирают вес. И различие номер пять – это то, что здесь все по закону. Здесь нельзя, как у нас в России, например, ты превысил скорость, тебя остановили, ты вручил взятку. Нет, здесь, если ты сделал что-то неправильное, если ты нарушил закон или какие-то правила, то ты отвечаешь по всем статьям. То есть здесь нет такого, что ты можешь пожать руку и в руке передать 100 долларов. Нет, здесь так все не работает. Если ты попытаешься это сделать, то будет все еще хуже. Поэтому здесь ты отвечаешь за все свои поступки. Вопрос номер семь. Вы чувствуете себя чужой в новой стране? Как живется русским в вашей новой стране? Как к ним и к русским относятся в целом местное население? Я себя абсолютно не чувствую чужой в этой стране, потому что Америка, как вы знаете, это страна иммигрантов. Здесь почти все люди приезжие, исторически так сложилось. Русским в Америке живется тоже прекрасно. В любом крупном городе Америки есть свое русское сообщество. В Лос-Анджелесе это Вест-Холливуд, это район, там, где живут все русские, там, где есть русские магазины, и ты себя чувствуешь как дома. Например, в Нью-Йорке это Брайтон-Вич, вообще в Бруклине очень много русских. Везде можно найти свое сообщество. В целом, к русским в Америке относятся очень хорошо, особенно к молодым, красивым русским девушкам. Вопрос номер восемь. Трудно ли найти работу, жилье и чем вы занимаетесь сейчас? Я считаю так. Кто ищет, тот всегда найдет. И нужно не стесняться спрашивать просто у всех людей, обязательно не стесняться спрашивать у знакомых. У знакомых, знакомых, в интернете, очень много сейчас всяких порталов, групп ВКонтакте, веб-сайтов специальных, где можно найти жилье недорого и без документов. Главное просто выходить из зоны комфорта и не стесняться спрашивать. Это вот то, что мне помогло лично. Что с жильем, что с работой, найти можно. Найти можно, если ты действительно этого хочешь, и если действительно у тебя есть такая цель здесь остаться, тогда ты все найдешь и у тебя все получится. В данный момент я сейчас занимаюсь вот этим своим ребенком в основном. Также я веду канал на YouTube. И также я сейчас развиваю свои два проекта. Медленный сталь, потому что, сами понимаете, ребенок требует очень много внимания, очень много времени. Вопрос номер 9. Уезжая из России, с кем или чем было тяжелее всего расставаться? Ну, конечно, я думаю, как и у всех, что тяжело расставаться с родителями. Но в моем случае было так, что я с 17 лет живу без родителей самостоятельно. И поэтому я очень, в принципе, легко это прижила. Да, конечно, я скучаю. И надеюсь, что в скором будущем мы с моими родителями, родственниками увидимся. Вопрос номер 10. Экономика вашей жизни в новой стране? Больше или меньше зарплата? Больше или меньше траты? Если не сложно, расскажите подробнее о средних месячных расходах. Транспорт, жилье, еда, медицина, развлечения. Конечно, в Америке все стоит гораздо дороже. Жилье, транспорт, медицина. Но и зарплата здесь гораздо выше. У меня, кстати, даже есть видео о том, как выжить буквально на 1000 долларов в Нью-Йорке. Поэтому начинать можно, конечно, с самого минимума. То есть 1000 долларов в Нью-Йорке вам хватит. Конечно, вам придется жить в студенческих условиях с несколькими людьми, кушать беречку и во многом себе отказывать и ездить на метро. Но надо с чего-то начинать. Мы все с чего-то начинали. А потом, впоследствии, ты начинаешь больше зарабатывать, начинаешь связями обрастать. И потом у тебя уровень жизни просто растет. Итак, последний, одиннадцатый вопрос. Это сколько вы уже живете в Америке? Были ли мысли вернуться в Россию? В Америке я живу полтора года. И мысли вернуться в Россию у меня нет. Хотя только если навестить своих родных, близких, родителей и все. Или, кстати, я думала в последнее время, может быть, какой-то бизнес открыть в России. Такие мысли есть, но пока что реальных действий у меня не было в этом направлении. Надеюсь, что вам было полезно сегодняшнее видео. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях. И увидимся с вами очень-очень скоро. Всем пока-пока! Блин. Еще раз. Трудно ли мируй? Чего там четвертое? Собираюсь покорить Америку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!